Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу продолжить тему о нашем здоровье. Но, однако, хочу сегодня затронуть и начать такую глобальную, серьезную тему здоровья нашей души. Потому что ключевую роль в физическом здоровье играет душевное здоровье, духовное, внутреннее здоровье человека. Отсутствие тревог, психологического расстройства, состояния депрессии. Мы все знаем, и не секрет, что такое состояние очень пагубно влияет на физическое состояние человека. И когда Всевышний Аллах нам в Священном Коране и Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, запрещает то или иное деяние, Нет ни малейшего сомнения в том, что данные запреты, так же как и веления, несут в себе такую всеобщую пользу для человека. Пользу не только вечную, она неизмерима, неоценима, польза в вечном мире. То есть польза или же вред какого-либо запрета, ее вред колоссален для человека в этом мире. Так же как и в вечной жизни. Есть такое понятие в исламе амралу-ль-кулюб, болезни сердца. Под сердцем мы подразумеваем, когда мы так говорим, душу. Душу, то есть есть душевные пороки. И эти пороки зачастую становятся причиной многих физических болезней, вы не поверите. Это действительно так. И сегодня я хочу об одном таком пороке, которым страдает очень много людей. И даже нет, наверное, человека, в котором бы этого порока не было. Это зависть. Зависть, которую Всевышний Аллах презирает в Священном Куране и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, запрещает нам в своих хадисах. Это зависть. А что такое зависть? Зависть — это когда ты неравнодушен к превосходству другого человека. Ты тяжело воспринимаешь превосходство в чем-либо, или же достижение, или успех, какое-нибудь там приобретение. Будь это какой-нибудь природный дар, будь это какое-нибудь приобретенное какое-то достоинство, если это все в тебе вызывает тревогу и беспокойство, да еще и презрение, то ты страдаешь этой болезнью. Вот как выявить в себе эту болезнь? Вот, допустим, один из твоих коллег, друзей, начал в чем-то преуспевать. И его дела пошли в гору, он что-то приобрел. То есть, как ты на этого человека в душе внутри смотришь? Вот ты посмотри, если ты смотришь просто равнодушно, маша Аллах, хвала Всевышнему Аллаху, у него все пошло хорошо, и это не вызывает никакой тревоги в душе, и тебе это нравится, тогда ты счастливчик, ты, можно сказать, защищен, ты уцелел от очень страшной болезни. Но если же ты ощущаешь, когда ты видишь какое-нибудь там превосходство, успех другого человека, то же самое, вместо этого чувства ты начинаешь ощущать дискомфорт, начинаешь чувствовать презрение, да еще и желаешь, чтобы у него возникла какая-нибудь неудача, чтобы его настигла какая-то беда, тогда твой диагноз – это страшная болезнь хасада, то есть зависть. Ты будешь страдать, то есть этой завистью, жертвой этой зависти, то есть пострадавшим, первым пострадавшим от этой болезни являешься ты сам. Потому что в первую очередь ты попал под презрение Господа Всевышнего. Затем ты презренен посланнику Аллаха, салюллаху алейхи и салям. Ты заслуживаешь презрение всего общества. Завистник никогда не будет пользоваться почтением, уважением. Есть такое высказывание. Одна мудрость – «Аль-Хасуду, ля-Ясуду». Завистник никогда не станет господином. Я не говорю о том, что это редкое заболевание. Это заболевание распространенное. Сказано, что… То есть ни одно тело, говорит, ни один человек не защищен от зависти. Однако достойные его преодолевают, его подавляют, борются с ним, а низкие его проявляют. Так наша задача состоит в том, чтобы суметь перевороть это мерзкое, очень низкое, подлое вот это чувство. Почему Всевышний презирает завистника? Так потому, что он недоволен распределением Господа Всевышнего. Любое достоинство, любое благо, оно от Всевышнего Аллаха. Он распределяет его когда угодно, и кому угодно, и сколько угодно. И ни у кого из своих рабов он об этом не спрашивает. Поэтому Всевышний Аллах презирает такого раба. Это чувство нужно подавлять, бороться с ним, а также зная, что любое достоинство, дарованное Всевышним Аллахом, будь это мирское богатство, будь это власть, будь это успех какой-то, это все испытание. Это испытание Всевышним Аллахом. И даже если все это будет у тебя, тоже не повод восхищаться, а повод насторожиться. Поэтому бороться с этим поруком нужно с верой во Всевышнего Аллаха. И главное бороться с этим. Степени зависти различаются. Самая легкая степень – это когда ты что-то неприятное ощущение, когда ты видишь такое, и ты это подавляешь. Борешься с этим – это хвала Всевышнему Аллаху, ты на верном пути. Вторая степень – это когда в сердце зависть присутствует, но тебе удается скрыть его. Другая степень – это когда в тебе сидит эта зависть, ты не можешь его скрыть, и проявляешь ты его на словах, в своем поведении. И самое худшее, самая мерзкая степень зависти – это когда эта зависть толкает тебя на злорадство, на вредительство, на преступление. Для этого ты можешь на кого-то заявить, на кого-то посплетничать, поспособствовать увольнению кого-то, поспособствовать причинению какого-то вреда. Да и сам просто взять в руки какой-нибудь, поцарапать машину. Это самое подлое проявление зависти, когда зависть становится причиной преступлений. Но есть и хорошая зависть, о которой посланник Аллаха, саллиллаху алейхи и вассаляма, нам рассказывает в своем хадисе. То есть зависть, она страшная болезнь. Посланник Аллаха говорит, «И якум вальхасада» «Берегитесь зависти», говорит посланник Аллаха. «Берегитесь зависти». «И якум вальхасада» «Якум вальхасанат» «Камата кулим нарум вальхатаба» «Воистину зависть сжигает благие поступки, подобно тому, как огонь сжигает дерево». Смысл в чем этого хадиса? То есть каким бы ни пытался стать благородным в делах завистник, он будет презренен. «Его дела будут тщетными». А в судный день он потеряет всю награду за свои благие деяния. Посланник Аллаха саллиллаху алейхи и вассаляма сказал, «К вам просочились беды прежних», сказал посланник Аллаха саллиллаху алейхи и вассаляма. «Зависть и ненависть, презрение друг к другу». Человек, который страдает завистью, он, естественно, я возвращаюсь к тому же сказанному, что он первый пострадавший, потому что он не знает покоя, потому что куда бы он ни посмотрел, везде он найдет повод позавидовать. Потому что нет ни секунды времени, чтобы Всевышний Аллах каким-то образом кого-то не выделил. И это причиняет большую боль завистнику. Он все время переживает. Если он что-то будет делать, то это от зависти. Если он будет зарабатывать, то от зависти. То есть этот человек страдает. И это может причинить ему большой вред его здоровью. Поэтому, дорогие братья, давайте учиться завидовать правильно. Завидовать белой завистью. Что такое белая зависть? Есть зависть запретная, порочная и есть зависть добрая. Это когда мы видим человека, который преуспел в благом. И мы хотим также преуспеть в этом. Но при этом мы не желаем ни малейшего вреда этому человеку. Поступок этого человека, его успех нас просто мотивирует. И мотивирует нас только из благих соображений. А не из цели зависти. Доказать ему, что я тоже такой. Нет. А для того, чтобы мы преуспели в благом. Вы старайтесь опережать друг друга к прощению вашего Господа. То есть к делам. Говорит Аллах. Старайтесь опережать друг друга в благодеяниях. То есть это белая зависть. Также посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, сказал недопустимо, то есть недозволительно завидовать, кроме как двоим. Раджулюн атаагу Аллаху хикматан, то есть человеку, которому Всевышний Аллах даровал знания и мудрость, фа хуа якзи бига байна аннаси который живет, соответственно, этим знаниям и мудростям и распространяет эти знания. И второму человеку, говорит посланник Аллаха, человеку, которому Всевышний Аллах даровал мирское богатство и позволил ему расходовать его на истине. Вот этим двум людям следует позавидовать. То есть белой завистью. Речь идет о белой завистии. То есть есть зависть белая, есть зависть порочная, которая всегда стоит за многими бедами в этом мире. Зависть стала причиной кровопролития, причиной краха, сообществ, дружб, разводов. Дорогие братья и сестры, наше здоровье, наше благополучие в этом Дуне и в вечном мире зависит от чистоты нашей души и спасение, как сказано в Священном Уране, день суда — это тот день, в котором будут беспомощными твое богатство и сыновья, кроме тех, которые предстанут перед Господом с чистыми сердцами. Ассаламу алейкум وрахматуллахи в его вирокату. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...